Обратиться к главе Чувашии за поддержкой в решении сложного вопроса может любой желающий. Через интернет, в письменном виде или придя на личный прием, как это было сегодня. Как встать в очередь на жилье, не имея прописки? Почему ребенка инвалиды не берут в специализированный детский сад, где взять денег на высокотехнологичные средства реабилитации? А главное, как бороться с недобросовестным подрядчиком? Последний вопрос особенно актуален, хотя бы потому, что обманутых участников долевого строительства Чувашия по-прежнему достаточно. Хотя количество их все-таки сокращается. Правда, властям и самим дольщикам для этого приходится прикладывать массу усилий. Вот и инициативная группа будущих жильцов дома по улице интернационалистов на Чебоксарске уже четыре года добивается завершения строительства. Вчера сейчас была выездная комиссия с администрацией города, где присутствовала бывшая директора, уже она бывшая директора Нина Федоровна, плюс члены инициативной группы. И, как сказать, вывели множество недоделок по нашему дому, которые нужно и необходимо устранить. И при этом мы так поняли из разговоров вчерашних, то, что засрочек нас не собирается вот эти недоделки устранять. И у нас постоянно, как бы, ну, так скажем, что сбор денежных средств заливяков идет. Можете обратиться в адвокатские конторы. Мы сегодня за счет бюджета адвокатам, которые обязаны оказать безвозмездную помощь, прежде всего юридических ваших документах, соответственно, оплачиваем за счет бюджета. Если вы не хотите, то, соответственно, я подключу юристов своих, соответственно, они изучат ваши документы и где-то еще пригласят. Минстрои, наверное, больше не знают по этому дому. С этой точки зрения и в городе, мы уточним. Вот так вот. До конца дойдем. Остальные вопросы глава Чувашии также взял на контроль. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. Всего нас за всем.